9 сентября 2015 года в нашем отделе в сфере незаконного оборудования наркотических средств и психотропных веществ выявлено 244 преступления. По сравнению с прошлым годом плюс 3. Из них тяжких и особо тяжких 114 преступлений, 69 связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ плюс 7. Ликвидировано 1 наркоплитон. Заседание началось с печального. Представители наркоконтроля предоставили статистику за прошедший год. Согласно ей, ситуация продолжает быть напряженной. Полиции с коллегами согласились и честно признались. Об успехах говорить пока рано. Однако некоторые изменения все же есть. В ходе проведенных мероприятий на закон оборудование изъято всего 258 грамм наркотических веществ. В из них марихуана 65 привлечено к административной ответственности по статистике 6.8 КО. Кроме того, удалось задержать наркодилера, сделавшего около 40 закладок в одном из гаражных кооперативов города. Специалисты уверены, что в борьбе с наркотиками более важную роль играет профилактика. Уже много лет в учебных учреждениях проводятся анкетирования. Школьникам предлагают анонимно ответить на каверзные вопросы. По сравнению с прошлыми годами, представители отдела образования отмечают уменьшение процента учеников, которые хоть раз в жизни попробовали запрещенные вещества. Необходимо также обратить внимание на тот факт, что в окружении обучающихся 8-9 классов есть знакомые, приятели, друзья, которые хотя бы раз пробовали наркотические и психотрубные вещества. Однако отмечается тенденция к снижению данного показателя на 20%. Подобные опросы проводятся и в машиностроительном колледже. В прошлом году студенты именно этого учреждения оказались жертвами смертельного спайса. По итогам опроса стало ясно, что случившееся напугало студентов и само по себе стало профилактической мерой. Руководство колледжа старается больше уделять внимание к ребятам из неблагополучных семей. В зоне риска оказалось около 42 студентов. По большей части это приезжие из отдаленных деревень. Для них стало обязательно посещать внеучебные кружки и секции. По мнению педагогов, главное забрать этих детей с улиц. Насколько такая тактика окажется действенной, покажет время. Резиданс Дрединова, Денис Кузнецов, Время новостей.